Сегодня наша пресс-конференция посвящена тем тенивым схемам, согласно которым работает Харьковский горосполком. Поэтому мы пригласили спидеров, которые непосредственно столкнулись с этой проблематикой. И начнем с Элгуджа Диасаминзе. Расскажите, какой стороной, чего захотели у вас забрать и в какой способ это происходит? Спасибо за приглашение. И что я хочу сказать, что меня это коснулось и как лично, точно и по работе. Лично коснулось, у меня взаимоотношения не сложились изначально с жилким сервисом в плане того, что я считаю эту организацию абсолютно ненужной для города Харькова. Которая только занимается тем, что вытряхивая из карманов харьковичан деньги. История наших взаимоотношений началась еще в 2006 году, когда еще кандидат в мэр города Харьков Михаил Маркович Добкин имел в своей предупрежденной программе такой пункт, как отмена якобы завышенных тарифов по нашему Милкину. А сам, придя к власти, буквально через месяц отменил, правильно отменил тарифы, которые пришли, но к ним были подняты, а через несколько месяцев в два раза их увеличил. Поэтому, когда был момент в 2007 году создания жилком сервиса и повышения тарифов, я как гражданин обратился в исполнительный комитет Харьковского городского совета о своими возражениями на повышение тарифов и с учетом того, что было объявлено, что будут учитывать мнения харьковчан. Никто наше мнение, я обращался к коллективным письмам, жителям дома, которые я проживаю, и никто наше мнение абсолютно не учитывал, и тарифы все равно были подняты. После этого я обратился, и до сих пор обращаюсь к пану Яковлеву, все знают, это директор КП Жилком сервис, чтобы он отчитался за те средства, которые жители, и не только моего дома, а харьковчане платят за коммунальные услуги. Я постоянно получаю, начиная с 2007 года по сегодняшний день, что КП Жилком сервис где-то занимает какое-то доминирующее положение, и он не обязан перед харьковчанами отчитываться о потраченных средствах. И, следовательно, я пользуюсь своим конституционным правом не выполнять то, что не предусмотрено законом, Жилком сервису не оплачиваю за определенные услуги. И, следовательно, Жилком сервис два раза подавал на меня в суд, производство было как судебный приказ, два раза мы благополучно отменяли, и в 2014 году они подали на меня уже в исковом производстве в Киевский районный суд. И по сегодняшний день наши судебные разбирательства тянутся, но есть один момент. Я по сегодняшний день и в суде первой инстанции, и в суде операционной инстанции лишен права на 55-ю статью Конституции Украины. Это выражается доступ к суду. В материалах дела нет ни одного доказательства того, что КБ Жилком сервис не оказал какие-либо услуги, а я эти услуги получил. В материалах дела нет практически ничего. Имеется подделанная справка о составе моей семьи, которую Жилком сервис подделал. По какой причине? Справка подписана в 2014 году, а у нас в 2013 году справки о составе семьи выдает только иммиграционная служба. Следовательно, суд принял сфабрикованный материал как доказательство. Когда открывали производство, это судья Киевского районного суда, есть такой некто Зуб Геннадий Анатольевич. Он открыл производство. Я открыл и посчитал солидарными ответчиками за долги, якобы существующие долги перед Жилком сервисом, членов моей семьи, мою супругу и мою дочь. Но тут есть одно «но». Моя дочь несовершеннолетняя. То есть законом это не предусмотрено. И пан Зуб принял решение, то есть ухвалу от имени Украины, признав солидарным ответчиком несовершеннолетнего ребенка. Мои данные действия пана Зуба были оспорены. Я написал заявление о преступлении судьей, которые сегодня нашим криминальным кодексом караются. 375-я статья принятия неподсудного решения. Но тут такой нюанс небольшой. Я написал два заявления. Одно заявление прокуратуру Киевского района города Харькова и на имя генерального прокурора. В обоих случаях я получил отказ, прокуратура не увидела состава преступления. Я воспользовался своим законным правом и подал в суд на бездействие прокуратуры. И нонсенс получается. Киевский районный суд не отказал моей жалобе, а Печерский районный суд признал бездиальность генеральной прокуратуры и внес в единый реестр досудового расследования мое заявление о преступлении, которое совершил судья Кимского районного суда. Зуб, я это могу подтвердить, имеется решение Печерского районного суда. И по сегодняшний день в этом деле реально происходит, так сказать, рейдерский захват, если мягко сказать, моих средств. Потому что жилком сервис никаким образом не оказывает ни одной услуги. Это факт. Оказывает совсем другие коммунальные предприятия. Я многократно обращался исполнителем комитета Харьковского городского совета, чтобы заключили со мной договор те коммунальные предприятия, которые реально оказывают услуги. Это первое. Второе. В 2005 году так сложилось, что у нас была инициативная группа, и мы судились против уплотнительной застройки возле нашего дома. И тогда мы все инстанции прошли, и на всех инстанциях мы получили отказ наших рисковых требований по одной причине, что Харьковский городской совет на тот момент предоставил как доказательство суд, что за домом, которым я проживаю, нет придомовой территории. Поэтому мы не можем считать, что какой-то новый дом построен на той территории, которая является нашей придомовой территорией. И в 2005 году я этой справкой воспользовался уже для того, чтобы не платить за то, чего нет у дома. В реальности, если городские власти каким-то образом будут смотреть эту передачу, могу честно сказать, что идет обман харьковчан. Не за одним домом на сегодняшний день, как это установлено законом, не закреплена придомовая территория. Она имеется как бы виртуально. И это могу тут же подтвердить. У меня есть ответы из Харьковского городского совета, где отвечать, что 3400 квадратных метров, которые закреплены за домом, которым я проживаю, как придомовая территория, они графически не выделены, так как нету в наличии этой придомовой территории. Они просто взяли количество проживающих, умножили на квадратные метры и сказали, что вот за вами закреплена такая придомовая территория. Ну, они это еще называют не придомовая территория, так как нету акта передачи для пользования или обслуживания этой территории. Это называют уборочная территория. Но если это уборочная территория, то, извините, земля территориальной громады города Харькова. Они тогда должны оплачивать не харьковчане по коммунальным тарифам, а харьковчане, которые мы платим налоги, то есть из городского бюджета. То есть опять же идет отжимание наших средств. Если вернуться опять к суду, на сегодняшний день мною подана ассоциационная жалоба, потому что суд апелляционной инстанции опять же без учета ничего, то есть без всякого доказательства, принял решение, что суд первой инстанции принял в отношении меня, моей семьи, правильное решение. Вот это, коротко говоря, то, что я хотел сказать, то, что мне коснулось лично и мою семью. А второй вопрос, беспредел, который осуществляет исполнительный комитет, в данном случае не исполнительный комитет, а Харьковский городской совет. Вот тут написано, что и работа Харьковской медицинской академии после дипломного образования. На Шлатовском шоссе 268 имеется общежитие номер один нашей академии. Это три 16-этажных здания. Это общежитие является студентское общежитие. В 2013 году Харьковский городской совет принял решение передать коммунальную собственность данное общежитие. То есть он превысил свои полномочия по одной причине. Потому что есть указ президента о обеспечении прав межкальцев гуртожитков. Но там четко указано, что можно принимать коммунальную собственность кроме общежитий МВД и студентских общежитий. На тот момент Горсовет мог принять коммунальную собственность это общежитие, если собственник в лице Минздрава или управитель в лице нашей академии дал бы на это согласие. Перед принятием данного решения многократно Министерство охраны здоровья на обращение депутатов Харьковского городского совета давало отказ, что нет никаких правовых оснований принять коммунальную собственность это общежитие. На сегодняшний день опять же Академия данное решение обжалует суде. И я как бы участник этого процесса, если кого-то интересует, более детально могу рассказать и эту ситуацию. Ну и последнее, наверное, Тамара Степана больше расскажет. У нас еще есть один такой глобальный вопрос. Харьковчане этого пока, может быть, до конца не понимают, но в Харькове произошло очень такой интересный момент. Наше имущество поделили другие. Это касается незаконно заваренных мусороприемников, мусоропроводов, которые были якобы на балансе жилком сервиса, но каким-то образом взяли и с баланса передали на новое коммунальное предприятие инженерной сети. То есть, имущество, которое является собственностью жителей домов, стало каким-то образом собственностью некого коммунального предприятия. Тамара Степановна этот момент больше озвучит. Там цена вопроса 55 миллионов, чтобы было понятно. Спасибо за внимание. Да, в продолжении сказанного хочу так более подробно остановиться на тех вопросах, которые затрагивают такие противоправные действия со стороны чиновников городского совета и его исполнительного комитета. Так, директор департамента жилищного хозяйства Нехорошков Роман Борисович, а вслед за ним директор КП Жилкомсервис Яковлев издали приказ о временном заваривании мусоропроводов в высотных жилых домах коммунальной формы собственности до решения вопроса по финансированию, поскольку было предписание из городской санитарно-эпидемиологической тогда она так называлась станцией службы, что вся эта система мусороудаления находится в антисанитарном состоянии, никогда не ремонтировалась, не дезинфицировалась, все это произошло очень быстро, значит, коммунальное предприятие Жилкомсервис нашло деньги заварить по всему городу все мусоропроводы в домах коммунальной формы собственности, отлично, я живу в 16-этажке улучшенной планировки, у нас мусоропровод стоит за двумя дверьми и никакого даже отношения к коридорам общим не имеет, ну, это уровень нашего, так сказать, благоустройства, что ли, который был изначально, пользовались мы этими благами 25 лет, до тех пор, пока вот эти вот великие чиновники наши городского совета не приняли такое решение. Мы, значит, неоднократно пытались узнать мнение мэра на этот счет, ходили на прием в районную администрацию, когда он еще, будучи здоровым, к нам приезжал, эта история длится вот уже три календарных года, но ничего подобного не произошло, мы подали иск в суд, нам же было интересно узнать, а что же, какие документы и чем руководствовались люди, когда вот это вот забирали насовсем, никто же не возвращает, и вот, ну, значит, предшествовала всему этому тщательная дезинфекция силами чистого дома, заваренные мусоропроводы ежемесячно, значит, дезинфицировали, мы вот за этим наблюдали, я вот даже никак не могу себе представить, вот если стоит сейф и его заварить, как же там внутри провести уборку и дезинфекцию, пытались, значит, выяснить, деньги там были затрачены и малые, но время шло, и... Можно сразу уточнить, нет, то есть деньги списывались на дезинфекцию, но на самом деле ее как таковой не проводилось, и департамент аудита и контроля городского совета нам прислал письмо, что якобы через технологические отверстия туда попадала дезинфицирующая жидкость, а на самом деле это было так, подходил сотрудник, такой вот ручкой делал дырку и какие-то капли туда брызгал, ну, я вот в своем подъезде не пустила категорически, обосновывая тем, что вы его сначала разворите, а потом, как положено, продезинфицируете, как вы показывали кто-то сюжет, что там такая огромная труба, что-то там дуется, и вот, когда мы, значит, подали иск в Киевский суд, прекрасно понимая, что в суде защиты судебной искать бесполезно, ну, мы там получили от ответчиков замечательные документы, есть у нас такой директор управления коммунального имущества и приватизации Соложкин, по фамилии Соложкин, он своим распоряжением, значит, все это имущество на сумму 54 миллионов, я имею в виду все системы мусороудаления в домах коммунальной формы собственности, своим распоряжением за номером 1215 передал с баланса коммунального предприятия жилком сервис на баланс инженерные сети скандальные, как вот недавно показывали заместителя директора, которого, так сказать, арестовали за взятку, и нам в суде отказали только по тем основаниям, якобы мы ненадлежащего предоставили ответчика, у нас ответчиком был жилком сервис и рисковые требования были направлены на то, чтобы обязать его восстановить эту систему для того, как она была, как работала, как санитарные нормы предписывают и прочее. вот по этим основаниям нам было отказано и рекомендовано обращаться. А, там вот в конце вот этого распоряжения Соложкина написано, что предписано коммунальному предприятию инженерные мережи соблюдать санитарные противопожарные правила при эксплуатации мусоропроводов. Ну, простите, туда нужно кабельное вот эти оборудование в виде проводов помещать. Значит, все эти программы писал Нехорошков, правая рука, так я понимаю, городского головы. Я только единственное не могу понять, вот принимая решение сессии, передачи, вот он пишет, можно сказать, что попало, пишет, где надо прокладывать линейные вот эти кабели, провода, и решением сессии все это утверждается. Ну, вот и таким вот образом утверждались, что наше имущество, территориальные громады города Харькова по остаточной стоимости, цифры я взяла из распоряжения Соложкина на сумму 54 миллиона гривен перешло, как они нам пишут, по договору сервитута. Ну, вообще непонятно, какой смысл они вкладывают в это понятие, ну, как ограниченное пользование и чем. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что, ну, как бы, ну, нет у нас в городе, живем на квартире, а что хотят, то городские власти с нашим имуществом и делали. Ну, вот можете представить, если кого-то это напрямую коснулось, да, написано, если люди согласились во всем подъезде, написали, собрали подписи, что им не нужен мусоропровод, но в санитарных правилах-то сказано, что каждую квартиру надо обеспечить бытовым измельчителем мусора, тогда действительно раздельный сбор, не будут никто туда, ни пластик, ни картон в эти мусоропроводы, вот, а такие веща, городские власти, говорят, что стало в подъездах чище, хорошо, вот представьте, как хорошо стало в наших квартирах, этот мусор, ну, лифты старые, без конца ломаются, вот я живу на 10 этаже, в 16 этажке, заложники чего, вот была непогода, не побежишь с каждым кулечком, дома маленький внук со своими памперсами, то ли за дверь к соседу выставляй, ну, во мне будешь выбрасывать, вроде же цивилизованные люди, баки эти поставили так, что по проезжей части надо идти, ни ребенка не отправить, вот такая оказалась нормальная практика, платите деньги, повышают тарифы за этот, а теперь мы стали, ну, как бы дворниками, мы этот мусор собираем, сберегаем, загружаем в эти контейнеры, а у нас только за наши же деньги, причем не обоснованно большие, его отвозят. Вот хотелось бы, конечно, ну, кто-то бы, чтобы обратил внимание на это, и мы вот занимаемся общественной работой и мечтаем, чтобы нам, вот кто-то помог, ну, вот как вот показывают по телевизору, журналистское расследование, чтобы, вот, ну, действительно, люди поняли, что нарушение, но не от того, что там чего-то, да, и последнее, значит, мы вот всю эту переписку, которая называется «Дляющееся преступление по завладению имуществом, чешим, нашим имуществом», и мы это все передали, значит, в руки милиции по новому кодексу, открыли производство, которое длится, вот уже у них, по их переписке, но почему-то статью они у нас указали, заваривание вот этих клапанов, 296-я часть первая, это хулиганство, но это, конечно, смешно, для того, возбудить уголовное дело и занести в реестр, чтобы его заведомо закрыть, есть там другая статья в уголовном кодексе, 270-я со значком 1, это уточненная порча и повреждения коммунального имущества, я уже не перечисляю злоупотребление, превышение, вот это можно, через запятую сколько угодно говорить на эту тему, но вот самое интересное, что кроме решения сессии, где Геннадий Адольфович Керни ставит свою подпись, вся вот эта вот история всеми фамилиями так, значит, проведена, что нет его нигде, вот кроме как, вот только там, вот когда состоялись решения сессии, ну вот так вот в корку. Простите, пожалуйста, можно отлично мне сделать новую в теме по этому? Мне интересно, ну понятно, заварили мусорокровод, то есть их используют, почему передали инженерным службам? Для чего их используют? Для того, чтобы коммуникации не висели, а единый информационный канал, провайдеры, телефонная связь, сигнализация, туда опустили и платите нам деньги, это же все сопряжено с использованием электричества, то есть, ну вот как в подъезде, горит свет, так и это оборудование без света не может работать. У нас вот такие платы друг к другу, там миллионные деньги, вот этот Негорошков снимается, этих провайдеров, не даром того посадили Сальникова за 20 тысяч гривен. Вот для этого их цель. Это как единый канал. Единый. А они опустили реально или нет, или собирались это сделать? У них это перспектива, поскольку мы это не даем делать, в городе еще на сегодняшний день ни один провод туда не опустили, потому что, как вы услышали, что боятся это делать. Ну, мы же их сутри идут. Я вам добавлю, они хотели еще вот в тамборах, которые на первом этаже, да, сделать магазинчики. Ну, про магазинчики. Ну, про магазинчики. То есть, мы говорим там от 54 миллиона, да? Я говорю, это деньги. Это субистоимость? Нет, это остаточная стоимость. Смотрите, в 2007 году, когда допустили жилкомсервис в качестве баланса держателя, составили документы. Вот это стоит столько. У нас же же комплекс. Вот еще хорошо, что вы меня на такую мысль натолкнули. И вдруг каким-то образом Соложкин вносит изменения в 2013 году в договор передачи 2007 года. Там отображают на балансе вот эту систему мусоровых доверений, оценивают ее, расписывают цифры. Вот поймите, о чем я пытаюсь сказать. Вот решение суда 2007 года. Вдруг мы в 2013 году вносим в него изменения. Я вот так судье рассказывала. Ну да, нормальному человеку это никак. Я, значит, начинаю читать эти цифры. Да, я пойду в правоохранительные органы с этими. Написано рукой 126 миллионов. Мне так интересно показалось, что, понимаете, у нас какие-то такие миллионы везде, вот эти миллионы. Читаю дальше, что у нас по состоянию на сегодня эта вся система оценена. 54 миллиона гривен. Это я не придумала, это я с его распоряжения взяла. Теледокументы они нам в суд принесли. Пишет, значит, ответственность за исполнение оставляю за собой. И вот такая вот история. Так хочу узнать мнение самого городского головы по этому поводу. Не могу, не получается. Я хочу добавить то, что сказал Тамара. Степановна одно, что суд и первая и апелляционная инстанция признал факт незаконного подписания распоряжения за аварией. Этот факт признанный. Вот можно, кто захочет, прочитать. Он просто нам отказал в части признать жилком сервис надлежащим ответчиком по той причине, что уже эти сети переданы КП инженерной сети. Мы категорично не соглашаемся, потому что действие совершал в свое время КП жилком сервис. Это четко написано, что этим приказом нарушены права жильцов, нарушено санитарно-эпидемиологическое благополучие. Все расписано, как положено, нашу пользу. Единственное, мы уперлись, мы считаем, до сих пор считаем, что ответчиком должен быть жилком сервис, который совершал эти действия. Он баланс одержащийся. Он не хочет признавать в качестве отверстия как жилком сервис. Но он признает факт. И, соответственно, Харьковский гороскоп. Да, в суде. Михаил Петрович, это, получается, в суде не хотят признавать на какой? Это частные случаи, потому что у меня, у меня, так, вот этих случаев масса. То есть, Харьковские суды, районные местные, все девять судов наоборот отказываются рассматривать иски, заявления исковые против жилком сервиса и против Харьковского гороскопа. Не хотят. По разными причинами они не хотят. Есть какие-то вышли. Это я сейчас расскажу. Я хочу просто приводить. Я подробно сейчас продолжаю темы. Я под протокол озвучила свое заявление о совершении преступления в этой тематике, о которой я сейчас рассказала, в суде апелляционной инстанции. Ну, что такое, когда люди услышали, это же не просто люди, это же государственные чиновники, я по сути говорю. Даже думайте, какая-нибудь реакция была. А ведь законодатель же четко распределил, если стало известно о совершении преступления. И дальше все расписано, что нужно делать, все это все знают. Ну, так вот, там такая была реакция, знаете, что, ну, что-то я такое сказала, что, ну, совершенно к ним не имеющее вот это вот отношение. Вот, хотя изложили на бумаге так вот эти вот все факты нарушения вот на трех местах и суды первой, второй инстанции, что действительно нарушено санитарных правил, ну, тогда чего хочешь, все нарушено. Вот такая ситуация. Я хочу на ваши вопросы ответить. Дело в том, что наше дело еще не вернулось в суд первой инстанции, мы хотим взять аудиозапись судебного заседания от определенного числа, где было заявление о преступлении. И на основании этого мы хотим на судью, апелляционного суда Харьковской области, Сащенко есть, подать заявление о том, что он скрывает преступление. И это будет обязательно в порядке сделано. Вот это я хочу. Просто у нас нет доказательств, как аудиозаписи. Это пока нет. Пока нет. Оно есть, но надо взять кассету, чтобы не быть голословными. Ну, понимаете, как очень сложно. Вот как, ну, нас же не спросили. Ведь мы понимаем, что они там говорят, законные избранные, вот вы нас выбрали, вот эти. Но ведь и нас-то тоже надо спросить. Это же и наша санитарная, эпидемиологическое благополучие, или это антисанитария. Ну, разве это, ну, что там у нехорошего, как в подъездах. Вот уперся, вот чисто стало в подъездах. Давайте без эмоций. Все, эмоций нет. Михаил Петрович, подведите, пожалуйста, от частного к общему. От общего. От общего. От общего. От общего частного. Предприятие КП Жилкомсервис никакого юридического отношения к домах харьковщиков не имеют по нашему законодательству. Поэтому это предприятие не имеет права не требовать деньги за какие-либо так называемые услуги, поскольку оно их не оказывает и за что не отвечает. Вот у меня решение харьковского сполкома за номером 1186 от 12.12.2006 года, которое называется про визначение виконавцев послуг Житлового фонда министра Харкова. Я не буду читать, че он там тот самый прелюдию. Я выжил визначити виконавця Житлово-комунальных послуг у Житлового фонда комунальної власності территориальної громади министра Харкова. Комунальної власності Это ключевые слова. Из всех 8 тысяч лишних домов города Харьков, все они принадлежат людям, которые в них проживают. Это решение Конституционного Суда Украины и часть 2-я, 382-я статьи Кажданского комплекса. Дальше в этом решении идет перечень предприятий, которые оказывают услуги. Но подчеркиваю, вот эти предприятия, они оказывают услуги в дома коммунальной собственности. На вопрос моего голоса, как эксперта Харьковской правозащитной группы, я ответ от Харьковского гороскопома не получил. Мало того, я этот вопрос задавал через горячую правительственную линию, то есть через кабинет министра в Украине. Ответа по сути я не получил. То есть, что из этого вытекает? Что все предприятия, наши коммунальные тепловые сети, водоканал и так далее, они предоставляют свои услуги, согласно этому документу, в дома коммунальной собственности. Получается, что они свои услуги в обычные дома не предоставляют. То есть там неизвестно, кто является исполнителем услуги. Почему неизвестно? Потому что договоры эти предприятия с людьми, которые, опять же, предписывают и считают обязательным в нашем законодательстве, эти предприятия не заключили. В чем заключается еще криминальная деятельность КП Желкомсервис и крышующего его гороскопома с мэром во главе? Есть так называемая конфиденциальная информация, которая прописана в статье 32 Конституции. Или персональные данные, порядок обработки которых записан в законе Украины в защите персональных данных. Так вот, этот и закон, и Конституцию предприятие Желкомсервис на ушах не выполняет. Это предприятие собирает, хранит и распространяет конфиденциальную информацию без разрешения и без уведомления субъектов этой информации. То есть без масс-физических проблем. Мало того, это предприятие дает неправдивую информацию. В чем это выражается? В суды поступают справки от различных участков Желкомсервиса, из которых следует, что в этих квартирах, в кого даются справки, якобы проживает КП Желкомсервис. Вот так и написано «Дана». «Дана» – справка. Мало того, что там не регистрация идет, а прописка. Сейчас я разъясню. О прописке, о составе семьи и прописке. Институт прописки у нас отменил. А дальше написано «Дана» – то есть гражданин КП Желкомсервис. То есть получается, что в квартире, в которой человек живет, поживает, со своей семьей близкими, поживает еще некоторый гражданин КП Желкомсервис. Дальше идут его персонажи, которые Желкомсервис озвучили. Можно оглядывать? Да, пожалуйста. Да, я делаю. Вот, пожалуйста. Здесь, а есть печатка, типа гражданин КП Желкомсервис. Вам все равно запомнил какая-то. «Дана гражданину КП Желкомсервис». КП Желкомсервис. Я такой перворазвучий вижу. Ну, вы еще много чего не видели в нашем городе Харьковик, в котором происходят вот такие вот события. Так вот, это предприятие выдает справки, что якобы в квартирах проживают люди, которые в этих квартирах никогда не проживают. Это, в частности, у меня. Я столкнулся с таким случаем, что я в квартире живу один, а у меня якобы проживают еще три неизвестных мне лица. Я год уже, календарный год, пытаюсь выяснить, кто эти люди и как они попали в мою квартиру без моего согласия, без моего ведома. Опять же, я выясняю это через Киев, через кабинет министра в Украине. Год они мне не могут ответить. Эти сведения о том, что в моей квартире проживаю не я один, а якобы еще каких-то тысяч человек, и того всего в сумме четыре, попадают во все коммунальные предприятия. Соответственно, оплата мне, в первую очередь, выдвигается в четыре раза больше, чем положено. Это не только у меня. Поскольку я являюсь экспертом Харьковской правозащитной группы, веду приемы. Ко мне на прием регулярно приходят люди точно с такими же вопросами. Просто я озвучил это по себе и с вами, потому что касается меня. Вот касается Годчи то же самое. Это у него та же самая история. Это уголовное преступление. Когда мы выигрываем судебные процессы, у КП Желком сервис, то, как правило, мы в своем заявлении, то ли об отмене судебного приказа, то ли в ходатайстве на имя соответствующего судьи, который ведет процесс, спишем следующее, что в нашем заявлении было четко указано состав преступления, совершенные должностными лицами КП Желком сервис. И мы просим суд вынести определение по этим преступным действиям, передать материалы дела правоохранительным органам для проведения оперативных мероприятий и привлечения данных лиц к уголовной ответственности. Еще ни одно уголовное дело не было возбуждено. Вот последние четыре моих клиента. Сейчас мы бьемся над тем, что милиция нам отказала. Причем заявления эти все подаются через областное управление милицией. С просьбой внести, естественно, в единый приезд по судебному расследованию. Мы получили отказ. Дальше мы начали действовать через прокуратуру. Прокуратура тоже дает отказ. То есть она не видит состава преступления. Вот и все. Теперь будем пытаться все это делать через Генеральную прокуратуру и через Министерство Живы и внутренних дел. В связи с тем, что КПЖУКОМСЕРВИС пользуется такой благосклонностью со стороны ходьковских судей, что невозможно сейчас делать, мною и некоторым другим. Были поданы административные иски на судей, которые появились в своем действии, так называемое бездействие. Я судился с судьями Дзержинского района, с Дзержинским районным судом, и третьей из лица, кстати, были два судей, это Шишкин и Гайджу. В первом иске мне сказали, тогда я подал апелляционную жалобу через апелляционно-административный суд Каперской области. Эту апелляцию я выиграл. Дзержинский районный суд все равно отказался выполнять это и передал в Ленинский суд. Ленинский суд мне тоже отказал. Я подал в подлительную жалобу и опять ее выиграл, поскольку оказали рассмотреть Ленинский районный суд маириского требования к Дзержинскому районному суду и к третьим лицам, то есть судья. Опять эту операционную жалобу я выиграл, апелляцию суда. И Ленинский и Дзержинский районный суд отказались выполнять два решения суда в более высокой инстанции. Это только по мне. Три мои клиента пошли по моему же пути, но я их, естественно, направил по моему же пути. Это был иск против того же Дзержинского районного суда и один, и второй. И в обоих случаях первые апелляции мы выиграли, и все равно Дзержинский районный суд, а далее Ленинский районный суд в лице судей Ольховского и Клименко, это Ленинский районный суд, отказываются выполнять решение. Вот сейчас на стадии уже будет вторая апелляция, и чем она закончится, я вам сказать, естественно, не могу. Таким образом, я могу сделать следующий вывод, что подавать исковые заявления в Харьков против КП Желкомсервис и против Харьковского гористолкома судьи не позволяют. И даже если после того, как они незаконно отказывают в моих исковых требованиях, все равно этот процесс остается на том же самом месте. И последнее. В связи с своей беззаконной криминальной деятельностью КП Желкомсервис, за время его существования, то есть 1 января 2007 года, по настоящий момент, у города Харькова этим предприятием, только у людей физических лиц, это предприятие украло 750 миллионов гривен. И продолжает вкрасть, поскольку очень многие люди платят. Сидящие перед вами здесь тройка не платят. Все остальные люди в своем большинстве платят. Так вот, было укралио 750 миллионов гривен. Кроме всего прочего, из недавних событий, когда отключались, вы помните, насосные станции, водоканал, оказалось, что деньги Желкомсервис забирали не только у физических ресурсов, но и у наших коммунальных предприятий. И никуда их не перечисляют. То есть он вырубит деньги и у коммунальных предприятий. Такого, как вот эконом и Харьковские тепловые сети. Куда эти деньги попадают, ну я могу только высказать предположение. Наверное, предположение пока не сильно интересное. Но тем не менее, факт остается фактом. Вот, собственно, и все. Да, давайте к вопросам перейдем. Простите, да, мне очень интересно, когда ты разобрался. Вы перед собой, вот вы втроем ставите задачу, вы боретесь за свои права? Или вы пытаетесь все-таки сподвигнуть общество к тому, чтобы оно уразумило всю ситуацию? И почему я бы с бородой? Это первое, меня интересует. Какой тут вопрос? Ко всем, кто? Ко всем, кто, да. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, необходимо сделать, для того, чтобы в корне эту ситуацию переломить? То есть поменять городскую власть, поменять судебную власть, перестать харьковчанам платить. То есть вот вы этим занимаетесь, вы в теме. Вот с вашей точки зрения, что может стать тем реальным толчком, который это сдвинет? Не единичные, вот так сказать, какие-то моменты борьбы, а вот что может повлиять на это? Как эксперт харьковской правозащитной группы, которая ведет еженедельный прием, я не собираюсь поднимать народные массы на борьбу с кем-либо. Каждый решает свои вопросы лично для себя. Если они не понимают, это не моя задача, вернее, моя задача разъяснить тому, кто этим заинтересуется и придет ко мне, а не призывать народно-борьбрады. Вот одна из форм разъяснения, это то, что вот я сейчас здесь перед вами сижу и рассказываю. Если кому-то моя помощь понадобится, ну вот понадобилось, в частности, больше в свое время, я с удовольствием ему помог и дальше ему продолжал заниматься, так сказать, своими делами. И второй вопрос какой еще, уточните? То есть вы отстаиваете интересы конкретных людей? Я отстаиваю, лично я отстаиваю интересы конкретных людей, прессовать нам на какие-то действия массовые. И теперь-ка это прекратить. У вас, ребята, есть люди, которые сами не могут этого делать. Два слова добавлю, что я хочу получить какой-то свой личный результат и с вашей помощью довести все-таки до общественности. Если хотя бы часть людей поймет, что их элементарно обманывает, это будет первый шаг к тому, что мы добьемся более значимого результата. Это первая часть. А что нужно еще сделать, я не побоюсь этого сказать, победить тотальную коррупцию в нашем государстве. Чтобы суд работал судом, чтобы прокуратура работала прокуратурой, милиция работала, милиция. Если я иду в Киевский районный суд и хочу подать, как гражданин Украины, который живет в Харькове 1977 года, подаю заявление, суд оформлен по всем нормам, по всем требованиям. У меня 35 минут забирают это заявление, куда-то по кабинетам ходят. И после того, когда я начинаю все это записывать, через 35 минут кто-то дает отмашку и это заявление регистрирует. А что было понятно? Что за заявление? Два заявления было. Первое заявление, жалоба на прокуратуру Киевского района на бездеально, что не вносили в единый реестр судовое расследование про судью ЗУП. А второе, мое заявление на милицию за бездеальность по поводу этих справок. То есть я, как гражданин, написал заявление, что жилком сервис фабриковал, нарушил мое право. И милиция, естественно, ничего не нашла. Самое интересное, что милиция просто ответила, что никаких грубых нарушений здесь нет. А кто определяет это? Передайте материал в суд, и суд определит, кто это грубое или не грубое нарушение. Я считаю, что мои права нарушены. Моя конфиденциальная информация передана другому. Михаил Петрович, я хочу два слова буквально ему добавить, что жилком сервис, предоставляя такие справки самому себе, еще одну такую вещь нарушает, что жилком сервис не является правоприемником ЖЭКов. То есть та информация, которая когда-то была в ЖЭКах, она не была передана жилком сервису. То есть тут тоже такое должностное преступление. Каким образом филиалы КП Жилком сервис получили базу данных ЖЭКов, которые были до них, не являясь правоприемниками? Как похитили? Похитили. Это тоже очень интересный вопрос. То есть они на сегодняшний день обладают базой данных всех от Ковчага. Не запомните. И теперь отвечаю на то, что делать. Второй вопрос был, что делать, обменять и так далее. Так вот первое, что нужно сделать, это вести жесткий общественный контроль за действенностью органов местного самоуправления. Этим вопросом я тоже уже занимаюсь год и тоже через Киев, через кабинет министра Украины. Результат нулевой. Вот меня не хотят включать в наблюдательные или в общественные советы, которые бы контролировали работу Харьковского горосполкома. В принципе, мне никто не нужен. Я это сто раз уже говорил и подчеркнул, и еще раз говорил, что для того, чтобы проконтролировать действия в вопросах ЖКХ Харьковского горосполкома, я сделаю все один, мне никто не нужен. Я мгновенно найду, где, что и как. И тем не менее, областная администрация, три уже областные администрации, сначала Доктинская, потом Болоты, теперь вот эта третья, пишут мне всякую ерунду о том, что в моих услугах они не нуждаются. Из этого я делаю следующее, что они прекрасно понимают и знают, что я знаю, где искать, и сразу же найду. А у нас уже был в Украине такой человек, который ничего не видел, ничего не слышал, ничего не мог найти. И фамилия его, генеральный, бывший генеральный прокурор Ерем. Так вот, в отличие от Ерема, я вижу, слышу и знаю близко. Да, спасибо. Можно мне добавить, мы попытались в свое время, вот у нас когда с этими тарифами бывают время от времени дискуссия, мы попытались предложить такую схему, как вот вы же на отдельный дом делаете тариф, а давайте на каждый отдельный дом сделаем отдельный лицевой счет. То есть мы будем понимать, куда деньги, какие поступают, в каком количестве, куда их тратят. У нас же нет у домов, выделенной преддомовой территории, платим мы с квадратного метра, деньги колоссальнейшие. То же самое квартлата, там еще больше деньги. Так вот, сколько я не пыталась заняться этим, ну как бы на примере своего дома, отказывают категорически, они же прекрасно понимают, что вот эти, ну что мы спрашиваем, куда наши деньги, мы же на самоокупаемости, мы заплатили, вы отчитаетесь, куда вы наши деньги дели. Вот и все. И очень, конечно, такой животрепещущий вопрос. Вот когда Кернес с Допкиным привели в 2007 году в Желкомсервис, это же был КПЖР, и они всем сказали, что это не правоприемники. Чтобы вот хорошо понимать, что мы все вот эти деньги, которые копили за все годы, они же исчезли в карманах чиновников. У нас же теперь не на что ни капитальные ремонты делать. Извините, это не они сказали, что не являются правоприемниками. Они не сказали, прописали. Это написано в документе. В двух документах. Да. В двух документах. Один документ, который выдают в Желкомсервис, в котором четко написано, что он не является, оно вернее, он не является правоприемником. И это ответы нехорошкого на их планке о том, что КПЖР не отбирается от приемников бывших кашлепов. И в уставе Желкомсервиса указано, что оно услуги не оказывает, а эффективно собирает средства и распределяет. Это вот на главной странице открываете, когда предприятие коммунальное Желкомсервис, вот у них там девизом это прописано. Проверьте. Еще возголи за буквально одну минутку. Тамара Степана затронула такую тему, как придомовая территория. Я тоже говорил о придомовой территории. То есть есть два момента. Содержание дома и придомовой территории. То есть на придомовой территории, мало того, что она не закреплена, есть такое понятие объекты благоустройства. И имеется инструкция об инвентаризации объектов благоустройства. На сегодняшний день в городе Харьково эта инвентаризация не проведена. Это могу тоже доказать ответами, опять же, из Харьковского городского совета. Раз не проведена инвентаризация, можно срубить любое дерево, траву, сделать все, что угодно, любые разрытия сделать. Но вопрос в другом. Каким образом тогда они определяют объем услуги, что они сделают? Там одно дерево болели или 20? Раз не проведена инвентаризация. Хотя закон предписывает, чтобы эти инвентаризации должны быть проведены опять. То есть если мы копнем, 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 как говорится, цена пытания – это миллиарды. Просто-напросто и все. Боятся прецедента. Если вот довести до логического конца кого-то из чиновников по вот этой его деятельности, говорить-то можно много. Ну вот это будет точечка, справная только с прецедентом. Вот если кто-то чего-то вот… Такое… Машула… Да, подводя им только… На призомовой территории имеется пешеходная дорожка. И вот эта пешеходная дорожка имеет определенную классность. То есть первого, второго и третьего класса. Это определяется, сколько человек в течение одного часа проходит по этой территории. В зависимости от этого идет количество уборки. Понимаете, вот что было бы… Вам каждому пришлось стать специалистами в том… К сожалению, да. К сожалению, да. Жизнь заставила. Да. Вы, другими словами, призываете каждого харьковчанина четко следить за действиями власти. Контролировать, за что мы оплатим. Просто на просто. Считать свои деньги, собственно говоря. И не быть в коммунальном рабстве. Мы ведь реально находимся в коммунальном рабстве. Не хотим ничего задумываться. И из двух членов семьи один находится в коммунальном рабстве, потому что нужно оплатить эти коммунальные тарифы. Никто ж не против. Но реальные. Когда говорят, что в Украине там 12 миллиардов населения должны, а я говорю. Это 12 виртуальных миллиардов. Это нереально. Спасибо вам большое. Ждем вас с новой победой.